«Подпольная империя» – один из лучших сериалов в жанре криминальной драмы. А его главный персонаж Йен Ахнаки Томпсон – один из лучших антигероев этого жанра. Он политик, который сделал свою власть в штате Нью-Джерси практически абсолютной. Он ракетир, который имел свою долю от каждого нелегального предприятия в городе Атлантик-Сити. И он – один из крупнейших бутлегеров эпохи Сухого Закона. Согласитесь, очень колоритный персонаж. Добиться успеха сразу по обе стороны закона. За таким на экране наблюдать одно удовольствие – скучать он точно не даст. Но что если я вам скажу, что Томпсон основан на настоящем человеке по фамилии Джонсон, который сумел совмещать всё вышеперечисленное в реальной жизни. И хотя в его судьбе было куда меньше стрельбы, убийств и криминальных разборок, он на самом-то деле сумел добиться, наверное, даже большего, чем его сериальный прототип. Если вам интересно узнать реальную историю самого колоритного босса Атлантик-Сити, тогда встречайте – Йенна Наки Джонсон по ту сторону закона. Наки управлял целым городом, а помогала ему в этом большая команда людей. Начиная от водителей и заканчивая полицией и чиновниками. Если вдруг представить, что Джонсон каким-то образом очутился в нашем времени, то я думаю, ничего бы не изменилось. Он всё так же жил бы политикой и бизнесом, конечно, уже легальными, учитывая современные условия. Но для успехов в делах ему всё так же нужна бы была команда. И знаете, без кого бы Йеннах точно не обошёлся? Без программиста. И не знаю, как вы, а я бы поработал в команде Наки. А чтобы быть точным, уверенным, что он возьмёт меня на работу, прошёл бы курс от SkillFactory на профессию Python-разработчик. Ведь даже если вы полный ноль в программировании, этот курс позволит вам в полной мере овладеть одним из самых популярных и востребованных языков. А по окончании курса вас будет ждать не вымышленный Наки, а реальная возможность трудоустройства по новой профессии, которую предоставит вам карьерный центр SkillFactory. Так что если вам надоела ваша работа, я рекомендую обратить внимание на данный курс. Шутка ли, зарплата Python-разработчика в среднем по рынку 140 тысяч рублей. А это значит, что самое время взять себя в руки и начать менять свою жизнь. Возьми пример Снаки, который начал свою карьеру простым шерифом, а в итоге стал хозяином целого города. Ты сможешь так же. Если тебе до этого не хватало знака, чтобы начать перемены, то вот он, промокод ЗАКОН, который даст тебе 45% скидку на данный курс. Все, что нужно сделать, это перейти по ссылке в описании, пройти регистрацию, введя промокод, и начать учебу, которая сможет дать вашей жизни новый, счастливый виток. Прежде чем начинать непосредственно историю нашего сегодняшнего героя, стоит сначала вкратце рассказать историю города Атлантик-Сити, где Наки обрел свою власть. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вы лучше понимали, как Джонсону удалось одновременно быть и политиком, и рэкетиром. Весь секрет кроется именно в том, что собой представлял Атлантик-Сити и как он таким стал. Представьте себе современный Лас-Вегас. Яркие вывески, роскошные казино и комфортабельные отели. Любая еда, любая выпивка, любое законное и незаконное развлечение. А теперь перенесите все это впечатление на начало 20 века, и вы окажетесь в Атлантик-Сити. Однако еще всего лишь какие-то 50 лет до этого Атлантик-Сити не был таким. Можно даже сказать, его вообще не существовало. На месте современного курорта были одни лишь пески, омываемые океаном. Человеком, который это изменил, был обычный врач Джонатан Питни, задумавший построить здесь лечебный курорт. Главной проблемой для него в этой затее, конечно же, были деньги. Он, конечно, мог бы найти средства для строительства санатория, но вот для прокладки железнодорожной линии нет. А без нее его затея была обречена на провал, так как добраться до будущего Атлантик-Сити, расположенного на острове Апсикон, было крайне проблематично. И железная дорога была единственным выходом обеспечить курорт гостями. Сначала Питни хотел решить этот вопрос с помощью государства, рассказав властям, как хорошо станет людям, если они смогут ездить на оздоровительный морской курорт по железной дороге. Но власти не оценили его идею и отказали. Тогда он изменил план и пошел к промышленникам Нью-Джерси. Теперь Питни оперировал не заботой о гражданах, а тем, что железная дорога позволит дельцам в разы сократить затраты на логистику, а также спровоцирует рост цен на местные земельные участки. Так что даже если вложение в курорт не окупится, то они всегда смогут продать землю дороже, чем покупали. А железная дорога будет служить их заводам еще не одно десятилетие. Первым, кто согласился помочь Питни, был промышленник Самуэль Ричардс. Вместе они смогли набрать достаточно средств, и в июле 1854 года была открыта железнодорожная линия Камден-Атлантик. А так как Камден находился недалеко от большого города Филадельфия, то сотни людей незамедлительно воспользовались появившимся шансом посетить океан одним днем. Однако это было не то, на что рассчитывал Питни. Он хотел создать лечебный курорт для состоятельных граждан, а по факту получил пляжную деревню, куда рабочие приезжали утром, а уезжали вечером выходного дня. Для них проезд все еще был дорогим, а посему на самом курорте они практически ничего не тратили. Да к тому же сами поезда не имели стекол, и поездка была тем еще приключением. Инвесторы же, которые до железной дороги скупали землю Апсикона по 5 долларов за акр, после ее строительства продали свои участки за 300 долларов за акр и были вполне довольны прибылью. Дальнейшие вложения в город им были неинтересны, а новых инвесторов было найти крайне сложно. В 1857 году в Штатах бахнул первый экономический кризис, а затем и вовсе началась гражданская война. В таких условиях Атлантик-Сити едва сводил концы с концами. Ситуация начала выправляться в 1870-х, когда Питни скончался, а Самуэль Ричардс решил плотнее заняться курортом. Он построил еще одну железнодорожную ветку прямиком из Филадельфии и снизил цены до такой степени, что даже самый бедный рабочий мог посетить город. И теперь уже не сотни, а тысячи работяг стали приезжать на выходные в Атлантик-Сити. Город, задумавшийся как курорт длительного пребывания для богатых, стал курортом одного дня для рабочих. И хотя они все так же не могли потратить много денег, приезжающих работяг было очень много. То есть город стал зарабатывать не на качестве своих посетителей, а на их количестве. А там, где есть люди, появляются и инвесторы. И за какие-то 20 лет с 1880 по 1900 Атлантик-Сити превратился из пляжной деревушки в самый посещаемый курорт Нью-Джерси. Теперь здесь были бары, рестораны и гостиницы, а также бордели и азартные игры. Здесь было все, что хотели приезжающие из рабочего класса. А главной задачей местных было во что бы то ни стало удовлетворить спрос гостей. В Атлантик-Сити даже была своя поговорка на этот счет. Если бы люди, которые приезжают в город, хотели послушать Библию, мы бы им ее почитали. Но никто и никогда этого не просил. Всем нужны лишь бабы, выпивка и карты. Такого же мнения были и местные власти. Они осознавали, что управляемый им курорт держится на том, что здесь люди могут свободно получить то, чего в своих городах им достать куда сложнее. К примеру, в Филадельфии по воскресеньям нельзя было пить алкоголь. В Атлантик-Сити тоже существовал такой закон, но власти закрывали на него глаза, и тысячи работяг из Филадельфии могли зайти здесь в любой бар или салон и пить до тех пор, пока у них не закончатся деньги. Также обстояли дела и с проституцией и азартными играми. Пускай эти развлечения вне закона, но пока они привлекают в город туристов, позволяя курорту развиваться, власти будут смотреть в другую сторону. Но чем больше приезжало в город гостей, чем больше зарабатывали владельцы борделей и казино, тем сложнее становилось властям смотреть в другую сторону бесплатно. Им становилось мало простого благополучия города, они хотели свой кусочек этого пирога. И власти превратились в рэкетиров, которые начали требовать денег за возможность работы. А через некоторое время такого сотрудничества уже было очень сложно понять, где боссы криминального мира, а где законного. Чита Джонсонов появилась в политике Атлантик-Сити как раз тогда, когда сращение закона и криминала только начиналось. Отец Наки, Смит Джонсон, в конце 1880-х был избран шерифом Атлантик-Сити и на протяжении нескольких десятков лет оставался в этой должности. Формально он чередовал сроки шерифа и младшего шерифа, так как на эту должность нельзя было избираться два срока подряд. Фактически, исполнительная власть была в его руках. Добиться такого положения Смит смог благодаря знакомству с Луи Кюнле, который в будущем получит прозвище «Коммодор». Кюнле сведет Джонсона с клерком округа Луи Скоттом и конгрессменом Джоном Гарднером, которые по большому счету на тот момент являлись хозяевами города. Сам же Кюнле был очень близок с этими двумя людьми и выполнял для них некую роль советчика и помощника, что в будущем позволит ему стать политическим лидером Атлантик-Сити. Где-то с середины 1890-х Кюнле начнет брать борозды правления в свои руки. А в 1900-м, когда скончается Луи Скотт и вовсе перехватит пальму первенства, оставив Гарднера позади. Именно Кюнле принадлежит заслуга за то, что выплаты от нелегальных предприятий Атлантик-Сити властям стали регулярными и обязательными. Он вместе с шерифом Смитом Джонсоном путем рейдов и облав очень быстро донес эту мысль до всех дельцов. И теперь у города были новые хозяева, коммодор Кюнле и отец нашего сегодняшнего героя, который даже предположить не мог, кем станет его сын. Сам же Наки появился на свет в январе 1883 года. На момент его рождения у Джонсонов уже был сын Альфред, который в будущем пойдет по стопам отца и станет шерифом. Енах тоже будет какое-то время шерифом, но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас же Джонсон-младший еще рос и взрослел, видя перед глазами пример отца, второго человека в городе, который фактически и был законом. Детство и юность Наки прошли точно так же, как и у большинства детей Атлантик-Сити. Он ловил рыбу в океане, стрелял с отцовского ружья индеек, а также слушал многочисленные рассказы о приключениях от местных моряков. Образование Енах получил полностью и не бросало учиться, как большинство героев на моем канале. Хотя школы в Атлантик-Сити того времени представляли собой небольшие домики из 4-5 комнат, учили там сносно. И Джонсон после окончания даже смог поступить в государственный педагогический колледж в столице штата Трентоне. Проучился он там всего год и решил, что это не для него, что лучше начать строить карьеру. А где самое удобное для этого место? Правильно, в Атлантик-Сити. Наки вернулся домой, и отец пристроил его в офис шерифа. Сначала Джонсон-младший занимал там небольшую должность, но уже к 21 году отец повысил его до своего заместителя. Карьера у Енаха благодаря протекции шла только вверх. А это значило, что можно было и жениться. Тем более, что у него была возлюбленная по имени Мейбл, с которой они мечтали о свадьбе еще со школы. И в 1906 году эти мечты воплотились в реальность. Наки и Мейбл стали мужем и женой. Однако их брак продлился всего лишь 7 лет, оборвавшись смертью Мейбл от туберкулеза. Детей они так завести и не успели, а смерть возлюбленной стала для Джонсона серьезным ударом. Еще долгие годы он не заводил серьезных отношений, а его друзья поговаривали, что после гибели Мейбл единственной возлюбленной Наки была политика. Так ли это было или нет, но карьер Енах действительно уделял много времени. В 1908 году, опять же, не без помощи отца, Джонсон в 25 лет стал самым молодым шерифом Атлантик-Сити. И казалось бы, вот тебе все готово, сиди да снимай сливки. Но Наки не собирался всю жизнь оставаться в тени отца и пожинать плоды его труда. Вместо этого он стал закладывать свою первичную политическую базу, завоевывая любовь местных жителей. Например, он мог закрыть глаза на то, что человек что-то украл, чтобы накормить свою семью. И вместо того, чтобы его сажать, помогал найти тому работу. Он помогал людям с советами, когда те сталкивались с законом, помогал с средствами, если ситуация семьи оказывалась катастрофической. И делал еще кучу других небольших поступков, которые все вместе создавали главное – образ политика, которому не безразлично. За пару лет на посту шерифа Наки удалось добиться действительно неподдельной любви жителей округа Атлантик. А помимо этого, отец обучал его тонкостям местной политики и знакомил с ее ключевыми участниками. Именно благодаря отцу Йеннах стал очень близок с Луи Кюнле, показав тому, что может справляться с его поручениями не хуже, чем Джонсон-старший. И когда Комодор в 1913 году был осужден за коррупцию, в качестве своего преемника он оставил именно Наки. И таким образом, к 30 годам Джонсон-младший стал казначеем округа и окружным лидером республиканской партии, которая де-факто и была властью Атлантик-сити, управляя выборами так, как им было выгодно. Будучи казначеем, он теперь имел доступ к бюджетным деньгам, а также мог влиять на государственные контракты. В годы Комодора эта должность была местом, куда приходили все самые большие взятки. В годы Наки она де-факто будет главной в городе на протяжении всех 30 лет, когда ее будет занимать Джонсон. В партии же Йеннах официально занимал постсекретаря, который позволял ему собирать собрания, назначать их повестку, а самое главное принимать окончательное решение о том, кто будет состоять в партии, а кто нет. И хотя во времена Кюнле он уже хорошо зарекомендовал себя на выборах, ему еще предстоит доказать свою собственную власть на избирательном участке. Наследство от Комодора Наки получил систему управления, при которой большая часть политических средств приходила от взяток с нелегальных заведений. Кюнле использовал эти деньги не только для покупки голосов на выборах или же каких-то своих личных целей, но и для блага народа. Так он построил очистные сооружения, провел водопровод и создал электрическую компанию, которая продавала электроэнергию по доступным ценам. Наки пошел еще дальше и расширил эту статью неофициального бюджета. Кюнле делал эти добрые дела сразу для большого количества людей. Джонсон стал действовать хитрее. Когда строят водопровод для тысячи людей, то это вскоре воспринимается ими как данность, но когда помогают с личной проблемой, которая коснулась одного человека, этот самый человек будет помнить добро очень и очень долго. Генах помимо больших проектов для города еще и помогал едой, одеждой, деньгами, чем бы то ни было еще, по группам или персонализировано. Сегодня он поможет ирландцам, завтра итальянцам, а послезавтра чернокожим. Для последних, жизнь которых была совсем не сахар в те времена, он вообще был чуть ли не белым богом, так как откликался почти на каждую просьбу. Чтобы вы понимали, насколько его тактика работала, в каждом национальном анклаве Атлантик-Сити обязательно был приход имени Йенаха Джонсона. Наки этими действиями создавал себе такой положительный образ, что местным было совершенно без разницы, берет ли он взятки, пилит ли госконтракты и уж тем более, фальсифицирует ли он выборы. Но то были местные, а вот в Трентоне были люди, которым не нравилась такая политическая власть в Атлантик-Сити. Особенно остро это было заметно, когда губернатором становился демократ. В последний раз при таком раскладе в тюрьме оказался Кюнле. И Наки не хотел повторять его судьбу, а для этого ему нужно было получить влияние в партии за пределами своего округа и каким-то образом заставить демократов играть по его правилам. Возможность первого представилась Джонсону в 1916 году, когда он стал у руля избирательной кампанией в губернаторе Нью-Джерси сенатора Атлантик-Сити Уолтера Эджа. Во-первых, он собрал необходимые деньги для ведения кампании. Во-вторых, обеспечил Эджу безоговорочную победу в округе Атлантик. А в-третьих, что и стало решающим, он сумел переманить на свою сторону демократов. Наки знал, что лидеру демократов Фрэнку Хейгу не нравится кандидат, которого партия выбрала для борьбы. И Джонсон предложил Хейгу сделку. Он должен публично отречься от своего кандидата Отто Витпинна. А Енах, в свою очередь, обещает, что его кандидат в случае победы будет Хейгу прислушиваться. Это сработало, и Витпинен потерял существенную часть своих голосов. А Эдж стал губернатором. В благодарность он назначил Наки клерком Верховного суда Нью-Джерси, что позволяло ему чаще бывать в столице штата и налаживать там связи. В будущем завязанные здесь знакомства усилят влияние Енаха на политику всего штата, позволив ему стать главным человеком в Нью-Джерси. Наки выиграет еще не одни выборы, сделав пришедших к нему людей губернаторами, сенаторами и мэрами. Но не думаю, что вам будет интересно слушать о том, как и какими ухищрениями он приводил этих людей к власти. Единственное, что нужно подчеркнуть здесь, это то, что Джонсон, избрав Эджа, доказал свое влияние и обеспечил себе политическую неприкосновенность на уровне штата, которую затем он поддерживал из года в год. Однако главной сферой его влияния все еще оставался Атлантик-Сити, и я думаю, стоит более подробно рассказать о том, как же была здесь устроена система власти Джонсона. С чего стоит начать? Так это то, как Наки удавалось на выборах обеспечивать в своем округе любой результат, который был необходим. Первое, что нельзя отрицать, так это любовь к нему от обычных горожан, чаще всего малого достатка. Как я и говорил раньше, он им помогал, а они давали ему свои голоса на выборах. Но этого было мало для постоянной гарантии результата, и Джонсон прибегал к незаконным трюкам. Так, ко дню выборов в город заполняли сотни приезжих человек, которых оформляли как сезонных работников в местных заведениях, тем самым давая им законное право голосовать в Атлантик-Сити. Бюллетень же они дали так, как им скажет Наки, оплачивающие их услуги. Также в день выборов люди Джонсона выезжали в особо бедные районы и платили там людям за правильные голоса. А около участков стояли головорезы, которые не пускали голосовать неправильно настроенных граждан. То есть, хотя формально фальсификации не происходило и никто бюллетени не вбрасывал, выборы честными назвать было никак нельзя. А Наки, обеспечив таким образом победу в Атлантик-Сити, обеспечивал ее и во всем округе, так как 60% населения округа проживало именно в этом городе. Остальная его часть представляла собой сельских жителей, многим из которых эти выборы были побоку. Ну а если Джонсон контролировал выборы, то он мог управлять и всем остальным. Мэр, шериф, судьи все были обязаны ему своими должностями и делали все, что он скажет. Если вдруг какая-то приезжая комиссия решит засадить оператора в казино, то шериф подберет правильных присяжных, судья закроет на это глаза, а комиссии останется лишь смотреть, как виновных оправдывают. Наки удалось даже сделать из местных демократов своих марионеток. Эта партия и раньше в Атлантик-Сити не имела реальной власти, но ее телодвижение в сторону реформы, борьбы с нелегальной деятельностью, постоянно раздражали за правил города. Джонсону удалось и это нейтрализовать. Он фактически сделал из местных демократов филиал республиканцев. А все, что для этого было нужно, так это подпустить враждебную партию к кормушке. Боссы Дайянаха всячески задвигали демократов, как от власти, так и от поступающих от нее денег. Наки же договорился с лидерами демократов, что взамен на их лояльность и игру по уже установленным правилам, они получат долю во множественных распилах и госконтрактах. Демократы согласились и до конца, так сказать, правления Джонсона никак не мешали здесь республиканской партии. Таким образом, Йенах получал в Атлантик-Сити власть, сравнимую с властью какого-нибудь вассала при короле. А что делает феодал в своих владениях? Правильно, набирает дружину и начинает собирать налоги. Дружиной Джонсона, конечно же, была полиция под управлением его брата Альфреда. Наки крайне серьезно относился к принятию людей на службу, и если кто-то хотел попасть в местную полицию, то сначала люди Йенаха наводили справки об этом человеке, а затем кандидату предстояла беседа с самим казначеем округа. Таким образом, Джонсон старался максимально отсеять нелояльных людей, так как в обязанности полицейских Атлантик-Сити входило далеко не только поддержание общественного порядка. Они должны были убеждать нелегальных операторов платить Наки за защиту, а затем каждую неделю собирать эти выплаты. Да и в принципе, местные полицейские делали для Джонсона всю грязную работу. Избиение, запугивание, препятствия правосудию и еще куча всяких незаконных поступков. К примеру, человек мог прийти к Наке и попросить найти ему работу. Йенаха помогал, устраивая его на какую-нибудь государственную службу, но взамен требовал определенную сумму каждый месяц. И вот через какое-то время этот человек решал, что он больше не хочет платить. Конечно, можно было его просто уволить оттуда, но вместо этого Наки посылал к нему копов, которые хорошенько его избивали. Так что тот, в конце концов, вновь начинал платить. Кстати говоря, в Атлантик-Сити плата госслужащих Джонсону вообще была обычной практикой. Все, кто работал на местной власти, кроме полицейских, платили в казну республиканской партии от 1 до 7 долларов в месяц, в зависимости от того, какая у человека была зарплата. Я думаю, что вы уже проследили некоторую схожесть методов Джонсона, вроде бы официального политика, и гангстеров. То, что я описал выше, это типичный рэкет. А Наки, несмотря на государственную должность, был типичным рэкетиром. Джонсон захватил целый город и доил его на благо себя и своей политической машины. Хочешь стать в Атлантик-Сити оптовым поставщиком угля, мяса или чего бы то ни было еще? Плати Наки. Хочешь получить государственный контракт? Плати Наки. Хочешь открыть казино или бордель? Плати Наки. Йенок действительно был как крестный отец, к которому приходили решить вопрос. Единственное его отличие от типичного гангстера было в том, что у Джонсона чаще всего пряник шел впереди кнута. Да, он сосал средства из города, да, все деньги так или иначе стекались к нему, а власть он поддерживал совсем незаконными методами. Но Наки также и отдавал городу. Раньше я уже говорил о том, что он помогал бедным жителям Атлантик-Сити. У него на каждый район были свои люди, которые следили за тем, как живут местные. Если у кого-то возникали проблемы, то им тут же помогали. А помимо этого Наки также родил из-за развития города. При нем был обновлен железнодорожный вокзал, а также построен самый большой в стране конференц-зал, который позволил Атлантик-Сити стать главной шоу-биз-площадкой штатов. Здесь проходили премьеры новых мюзиклов и театральных представлений, а знаменитые певцы выстраивались в очередь, чтобы выступить в этом заведении. Этот конференц-зал стал местом притяжения, куда люди готовы были приехать и вне курортного сезона. А как известно, на курорте люди равно процветание города. Однако у вас не должно сложиться ложное ощущение того, что Джонсон был душкой, исключительно радеющей за развитие города и благополучие его жителей. Все его действия были направлены в первую очередь на собственную выгоду. Помощь людям обеспечивала голоса, голоса давали политическую власть, а власть давала возможность зарабатывать, практически не считая с законом. Инаки с радостью этой возможностью пользовался. К сожалению, я не могу сказать, сколько именно он зарабатывал, так как деятельность Йенаха была подпольной и не афишировалась. Однако я могу привести некоторые цифры, которые все-таки выплыли на поверхность к сегодняшнему дню. А вы уже сами решайте, много это или мало. Начнем с нелегального сектора. Вся система Джонсона, которую правильнее назвать бандой, получала за одну неделю 1200 долларов от каждого оператора нелегальных лотерей, 160 долларов от каждого букмекера, 350 долларов от каждой игры в бинго и 100 долларов от каждого это данные Министерства юстиции США, которые также указывают, что букмекеров было 20, лотерей 16, а залов бинго и борделей по 8, и это подсчитаны были лишь крупные заведения. Нехитро перемножаем все это на количество недель в году и получаем 1 миллион 352 тысячи долларов. По оценкам того же Министерства юстиции лично Наки получал оттуда от 300 до 500 тысяч долларов. Сюда же надо прибавить распилы бюджета, откаты на госконтрактах и от оптовых поставщиков, которые хотели работать в городе. Цифр первого и третьего широкие массы так и не вылилось, а вот пример второго все-таки есть. В 1934 году Наки получил 28 тысяч долларов наличными в качестве отката от Тони Миллера за строительство железнодорожного вокзала в Атлантик-Сити. Но, как и для любого человека, связанного с криминалом в США начала 20 века, больше всего денег Джонсону принес сухой закон. К сожалению, точных цифр, сколько Наки поднимал на нелегальном алкоголе, также нет. Но если учесть то, что я расскажу дальше, вполне можно предположить, что в год выходила примерно такая же сумма, как и с взяток, даже если не больше. Уже во многих биографиях на данном канале я касался темы преступности во время закона Волстода, но по большей части все внимание там было сосредоточено на Нью-Йорке или Чикаго. Постоянные зрители моего канала уже знают, что в этих городах работали подпольные бары под названием Спикизи, где и продавали алкоголь. Когда власти готовы были брать взятки, то заведения работали без проблем. Но как только власть менялась на нелояльную, следовали облавы, закрытия и прочее по списку. То есть, хотя алкоголь и получалось продавать, все-таки это было, так сказать, из-под полы, из постоянной опаской облавы. Но то ли дело Атлантик-Сити. В 1920-м, когда трезвенники возымели верх, Наки уже полностью подмял город под себя и обеспечил себе прикрытие на уровне штата. А это значило, что здесь Джонсон сам устанавливал правила. По его негласному приказу, в Атлантик-Сити де-факто не было никакого сухого закона. Приехав сюда, вы могли купить алкоголь везде, где была такая возможность и до запрета. В барах, кафе, ресторанах, отелях, ночных клубах, продуктовых магазинах и даже в аптеках повсюду был алкоголь. А хозяева заведений даже не думали скрывать этот факт, а напротив, поставляли его как свое преимущество. И как вы думаете, кто же поставлял весь этот алкоголь для изнывающих от жажды туристов? Конечно же, Наки. Капитаны больших судов привозили в омываемый океаном Атлантик-Сити товар из-за границы, вставая на якорь за пределами территориальных вод. Туда к нему подъезжали на катерах люди Джонсона, забирали алкоголь и везли его в город. Все люди, работающие на город, так называемые у нас бюджетники, так или иначе были вовлечены в контрабанду спиртного. Полицейские, например, боролись с теми членами береговой охраны, которые не соглашались брать взятки. Обычно, если такая честная бригада принимала контрабандиста, то саму бригаду уже принимала полиция, вменяя им превышение должностных полномочий и покушение на убийство, так как береговая охрана нередко выполняла предупредительные выстрелы в воздух. А бутлегеры в коррумпированных судах Атлантик-Сити благополучно избегали наказания. Пожарные тоже были предели, именно в бухту около пожарной части приходили катера с алкоголем, а борцы с огнем помогали их разгружать. Если же груза было очень много, то к ним на помощь сгоняли необходимое количество бюджетников, дабы за ночь весь товар уже был в грузовиках, которые повезут его покупателям. То есть, чтобы вы понимали масштаб, на который развернулся Йенов, целый город был обеспечен выпивкой, которую поставлял он и его люди. Кто-то может сказать, да что там за город, даже сотни тысяч жителей нет. Однако не забывайте, что Атлантик-Сити того времени это один из главных курортов страны, что нивелирует его недостаток в виде малой численности коренных жителей большим потоком приезжих туристов, готовых не задумываясь расстаться с деньгами. С контрабандой понятно, но а что там с изготовлением алкоголя на местах? Ведь в сериале Томпсон не только ввозил товар, но и организовывал винокурни. В жизни же Джонсон оставил этот способ другим людям. Но не в том плане, что Наги просто пустил все на самотек, а в том, что он лишь получал долю за работу в его городе, а не сам организовывал производство. Ну и раз мы заговорили про сухой закон, вас, конечно же, будет интересовать вопрос о связях Йенаха с другими бутлегерами, гангстерами и мафиози. Ведь в сериале был целый ряд взаимоотношений, связывающих между собой Атлантик-Сити, Нью-Йорк и Чикаго. И все это было не просто придумано сценаристами, а есть даже точное событие, из которого проистекают все теории о единой сети гангстеров по всей стране. И событие это общенациональный съезд лидеров крупнейших банд США в 1929 году в Атлантик-Сити. Единственная загвоздка здесь в том, что никакого съезда на самом деле не было. Гангстеры действительно собирались, но это были лидеры банд Чикаго, которые хотели договориться на нейтральной территории о мире. Об этом прекрасно рассказывает Дэвид Критчли в своей книге о ранней мафии, объясняя, что данный миф появился со временем. А все газеты тогда писали именно о локальной встрече, а не национальном съезде, каким, например, позже станет опалачен для мафии. И вот в связи с этим возникает небольшая трудность, ведь идея о том, что Наки был интегрирован в высшие круги организованной преступности штатов, произрастает как раз из этой встречи. Мол, если столько лидеров банд приехал к нему в город, если он присутствовал на этой встрече, значит, у него были связи в криминальном мире по всей стране. А если этого съезда не было, то что же получается, и связей не было? Скажу честно, я не нашел информации на этот счет, и не знаю, были ли у него подвязки в криминальных кругах условных Нью-Йорка, Детройда или Кливленда. Был ли он знаком, как в сериале с Родштейном, Лучаной или Лански? Но о чем я могу сказать, так это о наличии у Джонсона связей с организацией Торио Капоне из Чикаго. Первоначально он вел дела с ними через своего партнера Джона Де Агастино, который был вхож в криминальные круги и был знаком с Торио. А в 1921 году Наки лично познакомился с ними на боксерском поединке Демпси Карпантье. Эта встреча положила начало долгого сотрудничества между Джонсоном и Чикаго. После сухого закона они с Торио даже вместе купят огромную пивоварню. А Капоне будет настолько ему доверять, что выберет Атлантик-Сити для мирной конференции чикагских банд. Ну а если у вас есть факты его связей с криминальным сообществом других городов, то с радостью почитаю об этом в комментариях. Мы же двинемся дальше и поговорим немного о том, как Джонсон жил вне своих дел. Ибо человек, который зарабатывал в год порядка 500 тысяч, что на современные деньги пересчитывается как почти 9 миллионов, и был главной силой туристического центра США, скорее всего, жил не совсем обычной жизнью, тем более в ревущие 20-е. День Джонсона чаще всего начинался после обеда, когда он просыпался в своем роскошном номере в отеле Ритц. Выпив кофе после пробуждения, он переходил в свой кабинет, где его уже ждали газета, завтрак и подчиненные с докладами. Слушая по очереди то ракетиров, то политиков, Наки расправлялся со своей едой и бегло пробегал взглядом по утренним новостям. Четырем часам дня прием в отеле заканчивался, и Джонсон, надев один из сотни сшитых на заказ костюмов и приколов к нему красную гвоздику, выходил на набережную, чтобы прогуляться, где его уже поджидали просители. Люди, которым нужна была помощь, приходили сюда, зная, что смогут увидеть Наки. Йенах также их всех выслушивал и по мере сил старался помочь. На это мероприятие обычно уходило от часу до двух, после чего Джонсон возвращался в отель и шел плавать в бассейн. Таким образом, он старался поддерживать свою физическую форму. Закончив же физические упражнения, Наки отправлялся на вечернее мероприятие, которое каждый раз могло быть разным, начиная от званого ужина или вечеринки в ночном клубе и заканчивая политическим собранием. Домой он возвращался ближе к утру, вместе с какой-нибудь особой легкого поведения, которая, по словам его водителя, еще до отеля успевала прямо в машине обрадовать своего кавалера. Так проходил типичный день Джонсона. Что же касается его кутежей, то деньги вылетали из его карманов на таких мероприятиях, как конфетти из хлопушки. Вот что писал про него нью-йоркский обозреватель ночной жизни того времени. Нью-Йорк Наки любил наведываться, когда в Атлантик-Сити был нетуристический сезон. Наки – это один из самых беззаботных транжир города. Его всегда сопровождает группа прихлебателей, в основном женского пола, которых он возит из одного ночного клуба в другой, оплачивая все счета. Много раз он давал официанту 20-долларую купюру за дополнительную салфетку, чаевые в размере 100 долларов для него это обычное явление. Наки настолько популярен в ресторанах и ночных клубах Нью-Йорка, что профсоюз официантов сделал его своим почетным членом. Джонсон просто обожал выходить в свет и сорить деньгами. Выкупить для себя и друзей целый ряд на бейсбольном матче или боксерском поединке – да легко. Понравилась бродвейская постановка? А почему бы не привезти всю труппу в Атлантик-Сити и не гудеть с ними все выходные? А если какая-то звезда сама приезжала выступать в город Наки, то Йенах обязательно устраивал в ее честь вечеринку и брал все расходы на себя. Джонсон буквально был звездой своего города, олицетворяя его процветание и дух развлечений, которые были в Атлантик-Сити на каждом шагу. В 1920-х, 1930-х он делал практически все, что хотел и не нес никакого наказания. Пальсификация выборов, взятки, откаты, бутлегерство и покровительство над криминальным миром. Более двух десятилетий ему удавалось сделать на этом деньги и жить на них как великий Гэтсби. Однако, какой бы крупной рыбой не был Наки, с каждым годом своими делами он начинал создавать все больше шума, чем привлекал рыбу еще большего размера, готовую съесть его со всеми потрохами. Джонсона пытались прижать с самого начала его карьеры во власти. Первый раз он попал по взору правосудия, еще будучи шерифом. Тогда коммодор Кюнле в 1910-х помогал республиканцу Льюису избраться на пост губернатора Нью-Джерси. Однако Льюис проиграл и должность занял демократ Вудро Уилсон, который разгромно проиграл лишь в округе Атлантик. Заподозрив, что здесь было что-то неладное, Уилсон натравил на Кюнле следственные органы, которые пытались посадить коммодора и помогавших ему фальсификации людей, среди которых был и Наки. В итоге это дело так и заглохло в машине правосудия Атлантик-Сити и Енах избежал наказания. Кюнлежа Уилсон все-таки дожал через пару лет и отправил его в тюрьму за так называемый конфликт интересов. Следственные органы нашли факты того, что коммодор, будучи главой совета по водным ресурсам Атлантик-Сити, заключил контракт на прокладку нового водопровода с компанией, которая частично также принадлежала ему. Второй раз, когда власти серьезно взялись за Наки, был после избрания Гамильта Кина сенатором от Нью-Джерси. Джонсон возглавлял его предвыборную кампанию и потратил на нее гораздо больше денег, чем тогда официально было разрешено. Однако специальному комитету, который занимался расследованием этого дела, доказать ничего не удалось. Так что Кин спокойно продолжил работу сенатором, а Наки вернулся к своим мутным делам. Все изменилось в третий раз, когда на Джонсона начал охоту не какой-то губернатор или специальный комитет, а сам президент Соединенных Штатов Франклин Делана Рузвельт. Почему, вы спросите, именно ему понадобилось свалить Наки? И знаете, на самом деле на это было сразу несколько причин. Во-первых, Рузвельт пришел к власти, когда страна еще не оправилась от последствий Великой Депрессии. Атлантик-Сити того времени представлял собой жалкое зрелище и держался сугубо на нелегальных заведениях по типу казино и борделей, из-за чего слава города развлечений на любой вкус превратилась в клеймо города-порока. И закрыть того, кто этот рассадник похоти и азарта контролирует, было бы для кабинета Рузвельта хорошим пиар-ходом. Во-вторых, как вспоминали приближенные 32-го президента, Рузвельт крайне сильно не любил политиков, которыми не мог в полной мере управлять. А Джонсон был именно таким. Ну и в-третьих, около президента было сразу несколько человек, которые имели против Наки личные счеты. Первый – это Уудро Уилсон, близкий друг Рузвельта. Будучи губернатором Нью-Джерси, он засадил Комдора Кюнлес за решетку и думал, что обезглавил республиканскую продажную клоаку Атлантик-Сити. По факту же, он лишь освободил место для нового лидера, которым стал Джонсон. Понял это Уилсон уже слишком поздно, когда его сроки губернатора и президента остались позади. Поэтому все, что ему оставалось, это подначивать Рузвельта разобраться с Наки. Вторым человеком, который капал на мозги президенту этой идеей, был его товарищ и газетный магнаст Уильям Хёрст. Джонсон в конце 1920-х увел у Хёрста девушку, когда тот был в Атлантик-Сити. Газейщик затаил огромную обиду на Йенаха и когда его друг стал президентом, решил, что он сможет помочь ему отомстить за задетое мужское достоинство. Как видите, идея свалить Наки была внедрена в голову Рузвельта не хуже, чем в фильме Нолана Начало. И именно поэтому в Атлантик-Сити в ноябре 1936 года прибыли агенты налоговой и ФБР во главе со специальным агентом Уильямом Франком, которым был дан указ посадить Йенаха Джонсона в тюрьму любыми законными способами, вне зависимости от того, сколько времени это займет. Налоговая тут же начала проверять все декларации Наки, сверяя все это с его тратами. Но даже несмотря на то, что Йенах жил в роскошном номере отеля, имел свой парк автомобилей и питался в ресторанах, найти им ничего не удалось. Его официальные доходы покрывали расходы. А это значило, что засадить его быстро не получится. И агенты приготовились к окопной войне. Теперь стратегия была направлена на то, чтобы вместе с ФБР найти незаконные доходы Джонсона в виде взяток или откатов и уже на основе их составить дело. Долгие четыре года агенты пытались прижать всех, кто был связан с Наки, начиная от владельцев казино и борделей и заканчивая теми, кто участвовал с ним в распилах. Однако люди отправлялись в тюрьму, но отказывались говорить. Лишь к 1940-му им удалось найти два слабых звена. Ральф Вэллов согласился дать показания о том, что платил Джонсон за защиту своей нелегальной лотереи, а Джозеф Корио рассказал о том, как Наки получал откат из-за строительства железнодорожного вокзала. Лидеры криминального мира Атлантик-сити предлагали Джонсону убрать свидетелей, дабы властям не на чем было строить дело. Но Йенах понимал, что это лишь подстегнет к нему внимание Рузвельта и решил, что лучший способ это победить в суде. Однако на сей раз везение от Наки отвернулось. В возрасте 58 лет Джонсон впервые оказался не над, а вне закона. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов. И 1 августа 1941 года он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч долларов. Естественно, его адвокаты тут же подали апелляцию, но это лишь отсрочило наказание, дав тем не менее Йенаху возможность второй раз жениться. Этой девушкой стала Флоренс Озбек, которая была единственной, с кем Наки смог построить долгие отношения после смерти своей первой жены Мейбл. Власть женат городом и политической машиной республиканцев Джонсон передал Фрэнку Фарли, который смог убедить остальных, что достоин этой неофициальной должности. Но Анаки, доделав все свои дела, отправился в тюрьму. Сидел он в Льюисбурге, где ему был оказан радушный прием. Благодаря тому, что у него были связи с Чикаго, в тюрьме Йенах был под защитой Аутфита. Но, по большому счету, даже помощи мафии не требовалось, чтобы Джонсон смог спокойно отсидеть свой срок. Его слава шла впереди него, а его меценатские дела, которые он совершал на регулярной основе в течение целых 30 лет у руля Атлантик-Сити, так или иначе, коснулись многих постояльцев данного заведения. Наки здесь был уважаемым членом сообщества, к которому прислушивались, из-за чего даже получил просьбу начальника тюрьмы склонять заключенных к получению образования. Так что многие покинули в те годы Льюисбург с новой профессией именно благодаря Джонсону. Сам же Йенах вышел из тюрьмы, не отсидев и половины срока. В 1945 году, спустя 4 года заключения, он получил досрочное освобождение за хорошее поведение. Многие думали, что теперь он попытается вернуть свое положение и власть. Но Джонсон выбрал другой путь. Он решил просто жить. Подав на аналог банкротства, чтобы не платить штраф, назначенный судом, до конца жизни основным доходом Йенаха была зарплата рекламного агента и доходы его жены. Оставались ли у него накопления от золотых времен неизвестно, но, по крайней мере, власти не смогли доказать их существование. Теперь у него была жизнь обычного гражданина. Прогулки по набережной, посещение ресторанов и прием друзей на ужин. Вот все дела, о которых приходилось заботиться Йенаху в последние 20 лет своей жизни. Летом 1968 года он попросит жену перевезти его в дом престарелых, чтобы получить уход после перелома ноги. А 9 декабря того же года он скончается в палате данного учреждения от естественных причин. На момент смерти Наки было 85 лет. Это была история Йенаха Наки Джонсона, человека по обе стороны закона. А была ли его судьба продиктована окружением, или же он сам выбрал такой путь? Каждый ответит для себя сам. Если вы досмотрели до этого момента, то прошу вас еще немного задержаться. Все мы знаем, что Ютуб больше не показывает рекламу в России, а посему я хочу попросить вас смотреть мои ролики через ВПН, чтобы я мог получать хоть какой-то доход от своей деятельности. Также вы можете поддержать мой контент, вступив в мой телеграм-канал по ссылке в описании. А если у кого-то есть возможность отблагодарить меня за работу деньгами, то я не буду возражать. Ссылки на донаты также есть в описании.